Ах, если б как-нибудь, как-нибудь мне удалось избавиться от этой напасти, да клянусь всем святым, я сделаюсь хорошим человеком. Главные герои пьесы – Людмила и Николай. Она влюблена, а он – беспутный. Женщина жалеет азартного гуляку, жертвуя для его прихоти последними деньгами. Николай, в свою очередь, волочится за богатой вдовой Лебедкиной, состоятельной и хитрой. Пьесу «Поздняя любовь» называют лучшим произведением Александра Островского. Написана она полтора века назад, а проблемы главных героев актуальнее сегодня. И детективная история будет, и мошенничество. В общем, очень современная вещь получается. Чего-то вот сколько бы времени не прошло, все те же. И вот на этих страстях возникают вот эти вот в различном роде смешные и грустные ситуации. Но любовь побеждает. Петр Ступин – постановщик и режиссер спектакля. Известный актер театра и кино, член труппу театра Армена Джигарханяна, задумывается поменять Москву на Сочи и уже постоянно работать в новом театре. Говорит, труппа здесь хоть и молодая, но перспективная. Анастасия Котляр профессию получила буквально два года назад. И уже главная роль. Этот персонаж, он как бы отчасти мой, как бы отчасти и не так близок ко мне. Она девушка такая летящаяся, ангел, как говорит и отец. Вот. Добрый, очень светлый персонаж, который несет вот именно ту искреннюю, настоящую любовь, которая мало сейчас особенно. Именно для этой роли я, наверное, больше старалась какие-то эмоции вспоминать, что вот было когда-то давно. Нежное чувство этой радости. Поздняя любовь – одна из самых трогательных пьес Островского. Сам драматург ее назвал сценами из жизни захолустья. Сегодня на сцене еще нет декорации, но атмосфера, задуманная Островским, будет воссоздана, заверяют в театре. В том числе и с помощью звука. В спектакле будет звучать оригинальная музыка известного композитора Федора Пушечникова. Премьера спектакля 30 ноября. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова